Всем привет! В этом видео пойдет речь о партинге с использованием пост-запросов. Для включения использования пост-запросов переходим в окно параметров HTTP запросов программы. Видим здесь кнопку Post. Нажмем на нее. Тут мы можем включить использование пост-запросов как для вкладки Content, так и для вкладки ссылки. Пост-дата для вкладки Content прописывается в этом окне, а пост-дата для использования вкладки ссылки прописывается в нижнем окне. Перейдем непосредственно к рассмотрению примера. Допустим, нужно парсить данный сайт. Идем в браузер Firefox. Открываем данный сайт. Видим здесь, что внизу располагается погенация. И данные с разных страниц подгружаются с использованием пост-запросов с передачей пост-даты. Для этого нужно открыть плагин Firefox Leaf HTTP Headers. Нажимаем кнопку Alt, инструменты, просмотр HTTP-заголовок. Когда мы открыли плагин, убедимся, что здесь ничего нет. Если что-то появляется, нажимаем кнопку Очистить. Теперь открываем какую-нибудь страницу выдачи, например, пятую. И анализируем данные, которые появляются в плагине. Видим, что это не наш запрос, не тот, который нам нужен. Это тоже вот тот запрос, который похож на тот, который нам действительно нужен. этим запросам и подгружаются данные с разных страниц выдачи. Это адрес страницы. Видим здесь метод пост. А вот и пост-данные, которые передаются в этом запросе. Так как нам нужно оспарсить множество страниц выдачи, нужно передавать пост-данные, в которых содержатся разные номера страницы. Здесь, на этом сайте, мы видим огромное количество пост-данных. Попробуем найти в них номер страницы, по слову page. Мы видим здесь page number. Тут же здесь какие-то два закодированных символа. и вот он, видимо, сам номер страницы. посмотрим, как он меняется при подгрузке, например, 14-й страницы. находим опять же этот пост-запрос. Вот он. А вот они, пост-данные. опять же анализируем их. видимо, видим, что здесь теперь за место 0,4 стоит цифра 14. наша задача в этих пост-данных менять параметр page при парсинге страниц. Здесь мы видим кнопки парам. вставляем этот оператор вместо номеров страниц. и вставляем пост-данные в соответствующее окно. Использовать пост-запрос во вкладке ссылки, так как нужно нам спарсить ссылки. Далее, значения парам будут браться после оператора парам в ссылках. Для этого нам нужно сгенерировать в список таких ссылок. Воспользуемся инструментом генерации ссылок. Берем адрес страницы куда производятся пост-запросы вставляем его сюда далее прописываем парам и генерируем список страниц. допустим для примера нам хватит 30 штук даже 10 от 1 до 10 сетей. Идем во вкладку ссылки поясним то, что стоит после парам 0102 030405 и так далее будет подставляться вместо этого парам сюда будет вставляться номер страницы выдачи и соответственно выдача будет разной для каждой ссылки проверяем делаем предпросмотр двойным кликом фильтруем лишние ссылки и пробуем парсис видим что с каждой страницы у нас берется по 20 ссылок делаем вывод что данный метод очень хорошо справляется с поставленной задачей если вас смущает эти парам после каждой ссылки то их можно удалить в редакторе списка ссылок на этом все если у вас будут какие-то вопросы или недопонимания пожалуйста обращайтесь с ними на форум спасибо за просмотр спасибо за просмотр